Что мы начинаем, я еще раз говорю, всем добрый день, уважаемые друзья, коллеги, студенты, заинтересовавшиеся правильными книгами и авторами этих книг. Замечательно, что есть такая уникальная возможность сегодня не просто там открыть книгу, прочитать, а еще и задать какие-то вопросы и в жилье, как говорится, общаться. И наша сегодняшняя встреча, она, в общем, конечно, не случайна. Я уже сказал, что это уже не первый раз здесь. И подобно тому, как в конце года, любого года, когда вы принято подводить итоги, то наша презентация очередного труда нашего, коллективного труда, символизирует свою роду планку, которую мы опять взяли, показав достаточно весомые результаты, такой многолетней научной и образовательной деятельности. Мы это пресс-кафедральный клуб, под названием философско-правой клуб «Красное измерение права». Мы существуем довольно долго, уже третье десятилетие пошло недавно, в начале двадцатилетия. И вот сегодня уже представим одиннадцатый по счету труд, перед тем, который, я, насколько я знаю, уже многие с ним ознакомились, почитали достаточно, и готовы там что-то сказать, задать какие-то вопросы. То есть вот это действительно правильная книга, и библиотека признала, и называла, и выпустила соответствующий анонс, что она правильная. Это хорошо, это правильно. И я могу много рассказывать о нашем клубном деятище, но ограничусь только несколькими фрагментами. Есть записки, которые я подготовил, кстати, по поручению нашего предыдущего кафедры, Олега Юрьевича Рыбакова, доктора, кстати, философских и юридических наук, о нашем опыте интеграции науки учебных. Ну, пути клубного. Мы думаем, что это правильно, потому что все-таки это вот наши труды коллективные, они как раз на этой площадке все-таки созревают, как-то, да, вот конференция вначале проводится, разные, и межрегиональные, и всероссийские, и международные. Ну, в данном случае была всероссийская конференция, вот на основании результатов, итогов, ну, значит, собрали этот сборник, долго работали, это, как правило, проходит какое-то время, но зато, так сказать, что-то появляется такой висок, в общем, да. И акцент вот в этой записке, которую я подготовил, я надеюсь, она где-то там кому-то понадобилась, кто-то там ее читает, вот, ну, так как вот мы здесь собрались, то я просто фрагменты некоторые зачитаю, ничего здесь такого особого нового нет, тем не менее, чтобы сэкономить время и вот как-то компактно об этом сказать, я вот все-таки еще важен именно так сделать. И акцент делается в этой записке, повторяю, в основном на методологических и организационно-педагогических таких инновациях, скажем так, которые позволяют нам уверенно себя чувствовать на университетском образовательном поле, но и не только на университетском. Вот то, что рядом со мной сидит уважаемый профессор Райзер, говорит о том, что мы сотрудничаем с разными научно-образовательными центрами, вот, ну, на первом месте я поставил здесь записки Институт философии Российской Академии, ну, там, прежде всего, Академия Кусейна, Академия Кусейна, который уже в первый раз исполняет обязанности директора Института философии. И вот мы уже многие годы активно сотрудничаем. Даже соглашение существует между нашим университетом и вот этим Институтом философии по поводу того, что мы, вот наш клуб, да, осуществляет нравственную философскую экспертизу права. Вот это логично и правильно считаем. И вот как раз Александр Владимирович должен согласен соврать, что мы долго сотрудничаем. Я выходил из университета и изучал там две рецептации, и тут был как раз поэтики, по качеству поэтики. Я тогда возглавлял ее Академию Кусейна, и тогда он не был Академик, а Академик он стал готовым. А вот в настоящее время возглавляет ее Александр Владимирович Казин. И у нас давние контакты, это регулярное участие в наших мероприятиях, живьем, как говорится. На всех практически участвуют коллеги. И потом вот такие качественные статьи выходят в наших коллективных трудах. Это замечательно. Ну и совсем недавно, вот я несколько просто взял на скидку, совсем недавно у нас подобные контакты, научные связи устанавливаются с кафедрой философии, биометкетики, так они назвали, и гуманитарных наук Московского государственного медико-стоматологического университета. Есть такой имени Евдокимова, который возглавляется доктором, философским наук, профессором Вячеславович Моисеевым, но его сегодня нет, директор, теперь вот ассоциации медико-стоматологического развития, Олега Брикса, короче. Ну тоже вот у нас было заседание, кстати, там онлайн, подключались представители, молодежный секс этого клуба. То есть мы тоже с этим сотрудничаем. То есть есть новые ассоциации с молодыми, и не только. Ну а почему вот, собственно, так получается? Почему нас знают, нас, я надеюсь, ценят, и приходят к нам в гости, и приглашают нас в гости? Думается, основная причина то, что есть внутренний интерес, внутренняя такая, какая-то, так сказать, атмосфера, которая притягивает, и которая порождает вот разного рода, значит, новые проекты, мы их реализуем, осуществляем, выступаем, докладываем, потом это, когда начинается в тексте, вот, видимо, это и есть основная причина. И вот как в этой записке напишем, методика руководства научной деятельности студентов не может быть успешна без их искреннего интереса к предмету пробуждаемого и усиливающегося интереса, имеется в виду, в ходе самих учебных занятий, органично соединяющих в себе фундаментальность и дискуссионность. Наверное, свидетельствует о том, что есть у самих студентов интересы, не только у студентов, кстати, и магистратов, и эспирантов. И не случайно вот в этом году здесь староста присутствует, значит, Виктория, она несколько лет уже староста, вот нам в этом году вручили грамот, да, в номинации лидер по количеству членов клубных, да, я даже не ожидал, впрочем, сам, но оказывается, так и есть. Значит, это тоже, как можно показать, именно в 22-м, 20 сеттингах в учебном году. И ежемесячно мы проводим заседания, 10 заседаний как-то в учебном году, потом разные локальные конференции, 4-5 готовые в учебном году, межрегиональные, всероссийские и так далее. И нами открыт, вот совсем недавно, он, условно говоря, как открыт, неформально, конечно, открыт, работает в целом, такой этический экспертный центр, как его назвали, можно сказать, экспертный этический центр, надо посоветоваться как лучше, либо экспертный этический центр, или этический экспертный центр, либо. И он как раз пытается органично соединять теорию правды. Ну, думается, вот я сейчас просто по ходу, в учебном году, в зале замечательно, может быть, именно он станет основной формой и крупной работы на ближайшую перспективу. Сегодня рано, конечно, так сказать, говорить об этом, но думается, что так пойдет дело, я потом немножко еще скажу. Ну, и состязательная форма мероприятий дополняется содержательными конкурсами творческих работ, лучшие из них публикуются, их авторы отмечаются разными сертификатами, грамотами, и в этом году тоже будет. Даже получают ценные призы от правкома, особенно в связи с проблемой справедливости, если там интересный текст появляется, да, ладно. И, видя успехи нашей такой вот научно-образовательной деятельности, журналы, разные наши университетские журналы, и не только университетские, лекс, русика, актуальные проблемы российского, вопросов философии уже в нескольких номерах. Это главный журнал в России, философский, уже в нескольких номерах были статьи, обзоры, посвященные в том числе нашим мероприятиям. Ну и вот, конечно, вот проблема этики, философско-этического номерах важна, да, он не сам вопрос в будущем. Батовский, он в Рейце или есть? В Рейце, в Рейце. Вот тоже там, значит, будет материал, и мы надеемся, что в будущем они там будут появляться. Наши статьи, обзоры регулярно там публикуются разными, солидные журналы. Ну и думается, что в целом факторами устойчивости и развития нашего кафедрального клуба выступают классический фундамент, вывеленный теоретико-металлогический инструментарий и жизнеутверждающие мировоззренческие этико-аксологические ориентиры. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие подтвердит это, и вот наша правильная книга тоже в этом русле написана. Вы, хотя бы там сами скажете. Ну и всего, так в целом, если сказать немножко о публикационной части нашей репорты, мы их не сами публикуем, но мы готовим публикации издательства, основные издательства проспекта, пускаем наши труды, причем идет на это охотно, в общем, без каких-либо проблем. И за теперь уже 21-летний период нашей деятельности вышло в свет 11 коллективных трудов, вот это 11 как раз. А вот только за 5 предыдущих лет, за 5-ти лет, 6 из всего этого периода, 20-летнего, более чем 20-летнего, за 5-летку вышло больше половины. Ну и значит, вот как-то мы не замедляем темпы сферы работы, а наоборот как-то ускоряем, ну в хорошем смысле происходит. Ну и соответственно, вот я не буду называть этот труд перед вами, вы знаете, там еще я бы отметил среди вот этих трудов, которые за эти 5 лет, профессиональная этика и нравственная философия, сближение парадигмы человеческого неправа в 19-й год. Вот был 2019 год, он был рекордом. Мы обычно раз в году проводим, а в 19-й мы провели в марте международную конференцию, как раз на эту же тему, а потом на 6-й год. И в ноябре провели еще вот эту нашу всероссийскую конференцию, профессиональная этика и нравственная философия, вышли потом, да, практически подряд. Но дальше я не буду перечислять, некоторые из них были представлены в этом замечательном читальном зале и будут повторяться. И соответственно, значит, вот почему я выделил особенно, ну с этого начал, потому что аналогически это завершающий на сегодняшний день, 6-й из тех трудов за 5 лет, которые подготовлены. Но первая из них, которая в 19-м году, вот эта конференция, которая я назвала, называется так все-таки. Научно-технологические трансформации в современном обществе, нравственное философское осмысление и особенности правового регулирования. Вот такое я назвал. Я должен, кстати, сказать, что вот это название было инициировано Олегом Юрьевичем Рыбаковым. Он предложил такую именно тему, я очень заинтересовался сразу, и в общем, это как раз в росте нашей крупной работы. И она пошла, это, в общем-то, тема, и потом замечательная конференция была, ну и, соответственно, вышел труд. И почему это сейчас точек? Потому что вот именно с первого этого труда, имея в виду 5 лет прошедшего, началась вот следующая, как бы, следующий этап нашей деятельности. Если до этого мы больше говорили в целом о проблеме соотношения нравственности и права, общую такую проблематику обсуждали, то вот с недавнего времени мы занялись вплотную, занялись именно осмыслением вот этих научно-технологических трансформаций. То, что называется искусственный интеллект, цифровизация и так далее. Это не просто тренд какой-то, который мы, так сказать, позвратили и следуем этим трендам. А это вот, ну, нечто такое, что нужно рассматривать просто. Мы почувствовали и поняли, что если мы пропустим этот момент, то тогда инициатива что-то другое возьмет в свои руки и эта цифровизация вот помчится, как тройка куда-нибудь, не туда, понимаете. Поэтому нужна нравственная философская экспертиза, которая вот пытается осуществлять нашу группу. Вот мы, вообще этическое сообщество, безусловно. Собственно, мы вот этим и занялись специально. Так что, как раз вот этот труд идет логичное, экоплогичное, протеологическое продолжение, и теоретическое, и логическое продолжение, историческое даже получается, так как продолжение того, начатого тогда. И это вот, я хочу тем самым приемствовать и последовательность в нашей работе, в общем, она действительно есть. И вот эти, конечно, наши поиски, находки и результаты, они не новые в известном смысле, потому что подобными вещами приходилось заниматься нашим предшественникам. Ну, вот я имею в виду советский период, поколение, ретика в том числе, не только вообще философов. Вот этот знаменитый спор, да. Я, кстати, ровесник Исанта Владимировича, но, по крайней мере, в школе 60-е, да, учились там, в 70-е, потом университет и так далее. И помнится, вот тогда активно выступил против разных иллюзий, фантазий относительно зароставшейся тогда цифровизации в широком смысле этого слова. Ну, тогда речь надо о супермашинах каких-то, так сказать. Тогда выступил Эвальд Васильевич Ильенко с такими предупреждающими какими-то статьями, даже критикой, явной критикой тех физиков, которые слишком жестко стали, вот, говорить и настаивать на том, что побыстрее, побыстрее надо создать какую-то машину, которая будет умнее человека, значит, тогда все пойдет как по маслу, значит, вот и так далее. Ничего как по маслу не пошло, естественно. И то, что вот сейчас некоторые тоже так считают, но это вот все-таки надо знать хорошую историю, в том числе историю философии, отечественной философии. И вот он тогда написал, кстати, памффлит написал, почему мне это не нравится. И как раз именно выступал с позиции спасения человечества как такового. Он не был против прогресса. Нет, наоборот, он был против прогресса, за прогресс, как и большинство нормальных философов. Но с позиции сохранения человеческого человека и всего человечества он выступал. И ему это не нравилось, потому что вот эти претензии на то, чтобы поставить вместо человека что-то другое, ну, они, во-первых, беспочвенные, во-вторых, они губительные. И вот кроме этих глубоких размышлений и узких полемических высказываний относительно неопределенных фантазий даже самих ученых в плане якобы целесообразности создания вот этой супермашины, речь идет, вот это я хочу подчеркнуть, об осторонности узкопрофессионального развития. Находящий до профессионального претензии. Увы, такое бывает. Вот представители каких-то профессий, выпячивают свою роль, берут на себя то, что они, в принципе, не могут потянуть, но им кажется, что это надо сделать. Вот это, к сожалению, сегодня тоже просматривается. Ну, и, соответственно, речь идет о том, что принципиальная значимость имеет шкала нравственных ценностей. Она стоит на первом месте, должна стоять на первом месте, а не какая-то безличная, вот я цитирую, безличная абстракция под тем или иным красивым названием. А человек именно в образе живого и реального человека должен быть в центре. У нас это тоже, в общем, в центре присутствует, и я поэтому об этом говорю. И посвященную для отстаивания именно такой или подобной жизнеупределяющей позиции, нужна хорошая философия, как ее называют. Я, ну, естественно, я, хорошая философия. Но я называю это все-таки нравственной философией. Я считаю, что она подобна красной нити, значит, понизбит все этапы развития философии, все разделы философии. Даже материализм и идеализм где-то сходятся, он сшивает, ну, не нравственная философия сшивает материализм и идеализм. Именно на нравственной поле можно и нужно искать даже сходу. Не важно, там такое нравозрение, но если человеческое, то, скажем, условия для накладного работа, совместного сотрудничества. Совершение общего дела и так далее, и так далее. И, соответственно, вот в данном случае, когда, перефразируя высказывание одного философа 20 века, вещь о седлании человека и будет его вскачивать, можно сказать, что цифра опустала, и опустила человеку, тоже неизвестно куда. Требуются такие специальные наши философские экспертные усилия в плане изучения этой проблемы, проблематики. Ну и достаточно глубокие теоретические и мизологические исследования. Разрабатывать теоретико-металлогические исследования необходимо. И вот, кстати, решению этих подобных задач как раз и посвящено нашей книге. Собственно, я о книге говорю сейчас, на самом деле. Это не просто какие-то разговоры о клубе вообще, а вот именно в книге это церковь нашего внимания. Даже это относится к приложению. Там, вы заметили, достаточно большое приложение. Но не случайно. Это тоже как юбилейное издание, это не много лет там. Особенно вот это выдержка, вернее, статьи, многие статьи из вот того сборника, о котором я сказал, 19-го года, в том числе технологической трансформации. И там вот я могу даже перечислить, там статьи Артемова, Ершова, Еразина, Рыбакова, Корниева, значит, Кашпина, Талерова, которые я уже там присоединился, сейчас я там присоединился, да, Павел Ванштарев, Талерова, Санкт-Петербурга. И главное же думается в том, что очередной раз подтвердилась проверенная годами практика соединения теоретических усилий философов, прежде всего специализирующихся поэтики. С одной стороны, и юристов, и специалистов с другой стороны. Неизменен и просветительско-образовательный дух наших совместных усилий, но я надеюсь, он и сейчас соедется в этом зале. И вообще, думается, такой основной секрет, так сказать, клубного долголетия кроется именно в этом устойчивом интересе самой молодежи к философии и этике. Ну, я не буду там дальше, вот, мог бы еще сослаться на советскую классику, не буду этого делать. Кстати, советская классика часто сходится и с духом русской философии. Проблема в том, что общество при этом теряет время и энергию на подобные отвлечения, когда приходится, значит, какие-то эрзации, модные эрзации разбирать и анализировать. Ведь давно стал очевиден парадокс, заключающийся в том, что бесспорное технико-технологическое достижение, которое скружили головы многих сторонников такого безостановочного и неуклонного экономического прогресса, сопровождаются серьезными социальными и духовными потерями. Даже регрессом. Вот этот регресс, в частности, породил не только множество иллюзий относительно возможностей и дальнейшего развертывания и применения, значит, вот разных новшеств, но и семью для каких-то прибыльных решений, в том числе и так называемых новых этих технологического типа. Как раз эти новые эти технологического типа, они тоже нуждаются, так сказать, в осмыслении, в каком-то таком-то уже экспертном анализе, и в этом тоже задача нашего труда, которую в какой-то степени энергетизма все-таки выполняет. И сравнивая вот эти конференции 19-го и 22-го годов, я назвал, уже не буду повторяться, и соответствующие сборники, то вот я хотел бы следующее сказать, что если в том сборнике 19-го года в целом, в основном, первом приближении, и в общем была поставлена проблема этического осмысления, научно-технологической трансформации, то теперь существенным образом усиливается линия на практическое развертывание и теоретико-металлогическое обеспечение этого осмысления. В этом новизна. И основывается идея о том, что своего рода стержнем вот этого осмысления выступает профессиональная этика фундаментарного уха. При этом к уповрению, к креплению этого фундамента, думается, могут и должны иметь отношения в том числе и сами специалисты, и юристы в том числе, иметь такой стойной профессии вообще. Классический пример, я люблю этот пример приводить, я надеюсь, вы будете разрешить, еще раз его приведу, вот знаменитый юрист Анатолий Федорович Кович. Замечательный юрист, никогда никаких ошибок не сделал в юридическом плане и в человеческом плане, в личностном плане тоже. Он стоит у ИСОКО в судебной этике именно потому, что сумел подняться на эту вершину, подняться самостоятельно, и при помощи философов, в данном случае речь идет в том числе о Львии Николаевича Толстого, недавно были в гостях у Толстого, но я имею в виду в музее, Львии Николаевича, естественно, как бы под впечатлением еще находимся, но очень сильно не даже, я думаю, что где-то что-то скажет. И всем, размышляя об актуальности вот этого труда нашего, нельзя не сказать, что сегодня становится все более очевидной потребность целенаправленной деятельности по защите и культивированию нравственности, не только на общем социокультурном пункте, сколько на профессиональном уровне жизнедеятельности общества. Ясно, что это актуализирует востребованность собственной профессиональной этики, как своего рода такой защиты, не просто, что называется, от дурака, как принято говорить, от разнообразных проявлений зла, в словах, делах, представителей тех или иных профессий, особенно тех, которые связаны с человеческими судьбами, в самом широком смысле этого слова. К их числу относятся, конечно, и, к примеру, учителя, медики, юристы, журналисты, руководители разного уровня. Ну, теперь, так называемые айтишники, причастные к созданию, там, внедрению и обслуживанию программ, алгоритмов, напрямую касающихся, как отдельных людей, коллективов, так и всего общества. Начинать, конечно, нужно с самих себя. Ибо на практике важны именно образцы. Не случайно речку называют практической философией. Ну, здесь, конечно, нельзя сохранять некий такой удобный нейтралитет, тем более поддерживать силу зла в его разнообразных проявлениях, особенно если вот эти вот проявления прямо приедутся общему делу. И, актуализируя такой подход, обращаю ваше внимание на свою собственную статью. В первом разделе она идет, она называется, «Нравственная философия как основа профессиональной этики и фактор защиты прав человека в условиях новых технологических универсий». Речь там идет об особой такой созидательной роли именно нравственной философии, примитивной культуре, обществу в целом. Она так или иначе пронизывает, ну, я уже об этом говорил, все практические этапы развития философии и имеет отношение ко всем разделам, не отменяя их, она, наоборот, так сказать, еще добавляет, так сказать, содержание или в антологию, или в гнасологию, или в философскую антропологию. Там так или иначе присутствуют эти элементы наркотической философии. Ну и в этом ключе мы будем дальше работать, а не будем говорить о планах наших. Но, кстати, эта статья, между прочим, она и в сноске об этом сказана, она привязана к новому университетскому проекту, такой, вот, Аркадий Владимирович Корниев, который тоже хотел присутствовать здесь. Он руководитель нового направления, социографа называется, стратегии 2030. Вот эту статью я привязал тоже к этой стратегии, там у нас было разделение туда, и это тоже говорит о том, что мы в этом направлении работаем. И, конечно, вот, преподающий такой серьезный предмет, как профессиональная этика, не может не понимать, что его фундаментальный уровень как раз и обеспечивается должным уровнем знания в области общей рейси. Общей рейси. Это, значит, и история этических учений, вся история этических учений, содержание категории ценностей, их взаимосвязей. Если этого нет, если нет там Сократа, если нет там Аристотеля, если нет там Канта, если нет там Леонида Николаевича Толстого или Великого Крома и так далее, то тогда, ну, какой смысл разговаривать о профессиональной этике? То есть можно, конечно, разговаривать, но смысла в этом большого я не вижу. И в этом плане, вот я хотел бы, конечно, обратить на это внимание, тут просто у нас так складывается, что профессиональную этику не всегда преподают философы этики. Вот, и я не случайно подчеркнул, что важно подняться на должный теоретический уровень готовности для того, чтобы эта дисциплина попадала. Ну, и, по крайней мере, студенты, вот, в какой-то степени испытывающие дефицит этических знаний, они, в какой-то степени, надеюсь, восполняют его на наших заседаниях. Все-таки наш курс «Сократовская правовая и этическая направленность» называется «Нравственное измерение права». Поэтому вот и сегодняшнее наше такое заседание в необычной форме и другие наши мероприятия, они направлены на восполнение этого дефицита. Важно идти по линии сотрудничества, и в том числе на преподавательском уровне, чтобы все-таки эта дисциплина была на должном углу. Я надеюсь, так оно и происходит, но все равно вот мы готовы, и вот наш этот экспертный этический центр, он в том числе будет заточен на то, чтобы где-то вот какие-то даже методологические вещи, там, даже методические вещи, если они нужны, вот, пояснить их, так сказать, как-то уточнить, что-то в плане преподавания профессиональной этики в связи с введением специальности, это, в общем-то, что мы готовы к этому, наши двери открыты. Что касается методологического инструментария, у меня там на 32-33 странице, я сейчас не буду повторять, это есть, можно почитать, может, кто-то обратил внимание, не останавливаясь на деталях структуры и содержания книги, так как для этого сейчас нет времени, да и вот, уважаемым студентам, насколько я знаю, есть, что сказать в этом плане. Я хочу обратить внимание на 38-ю страницу еще нашего труда, я выписал для себя, и там мне вот спросили два такие слова, они дороги лично мне, принципиально верный, можно считать, подход Артемова, который отмечает, что в усложняющемся обществе, в мире, в целом, особенно востребована глубокая, прицельная и последовательная нравственно-философская экспертиза права. Подобные экспертизы, как духовно-нравственно-интеллектуально-теоретическая деятельность по анализу насущных и возможных проблем и ситуаций, связанных с содержанием и формы действующего и будущего права, в принципе, не может быть не заинтересована и само юридического сообщества. Она взята из замечательной статьи Олега Юрьевича Рыбакова «Этика гуманизма необходимости нравственности человека». Я понял, что она исходит из приоритета личностного бытия, взятого в тесной связке с обществом, я имею в виду статья, да, автор исходит из этого. Ну, я там планировал предоставить слово Олегу Юрьевичу, но если он не присоединится еще, тогда мы пойдем немножко иначе. У нас есть вопрос от участников онлайн-стричи нашей сегодняшней. От Елены Владимировны есть вопрос, я понимаю, что речь идет о создании экспертного сообщества в области профессиональной этики. Если да, то по какому принципу данное общество будет формироваться? Это спрашивают. Это Елена Владимировна Актикова. Я сказал, что это неформальный такой, мы не любим формалистику всякую. Фактически мы и так как клуб, собственно, осуществляем какую-то экспертную деятельность, даже в самой природе этики это заложено, вообще-то говоря, осуществлять какую-то экспертизу, анализ того, что происходит. И у нас есть достаточно богатая база для этого. Собственно, то, что я сейчас сказал, завершая свое выступление, относительно методологии, я даже страницы назвал, собственно, мы эти методологические принципы будем применять. Силы кафедры, силы наших коллег, если мне не возражать, силы значительные, да, университет, кафедра этики, философского факультета, институт философии, там, значит, тоже есть соответствующая семья, и так далее. То есть, вот, в этом плане, что касается содержательной части, здесь проблем нет. А что касается формализации, там, мы не собираемся регистрироваться где-то в министерстве юстиции. Если так, я правильно вкру вопрос. Елена Владимировна, если вам нужны еще какие-то комментарии, напишите нам в чате, а я думаю, что Вячеслав Михайлович продолжит пока встречу согласно плану, который он будет в следующем вечере. Ну, тогда вот мы немножко изменяем здесь вот полагавшийся сценарий, и я думаю, что будет разумно и правильно предоставить с вами Армсану Владимировичу разину, сегодня присутствует и пришел лично. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Ну, я что могу сказать, прежде всего, я рад, что такая встреча сегодня состоялась. Я хочу выгодать Вячеслав Михайлович за все многочисленные конференции, которые он проводил, ну, не только ему руководство в университете, профессору в логову, всем участникам этой конференции. У нас много действительно было совместных конференций, потом вот университет читательный вебезы согласились опубликовать труды для технологии и рассмотрения проблем на эти конференции. У вас в университете замечательные журналы юридические, которые тоже наши статистические и которые очень довольны вот таким сотрудничеством, конечно. Мы тоже проводим к этой конференции приглашаем. учитывая Микаус есть совместный человек, у нас тоже есть журналы, есть наш подбиральный журнал, впоследствии проблемы эти, нам пока еще не стало запустили, но есть еще журнал очень известный сейчас входящий по первой плате Линз «Философия общества» называется «Я». Я являюсь главным редактором этого журнала, это собственно говоря четыре человека, которые входят в коллегию, «Философия» 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 интеллект, то есть искусственный интеллект, он тоже присутствует, и студенты очень большой интерес к этой проблематике проявляют, и ректор нашего университета, академик Садоныч, он поддерживает эту проблематику и осматривает ее как одну из ведущих в университете, поэтому была такая администратура организована, вот. И, значит, у нас есть конференция тоже сейчас, я потом подробно немножко скажу о том, чем студенты интересуются, например, конференция ежегодная философия 21 века, это, в общем-то, студенческая конференция, но она очень большое внимание пользуется, в этот раз было 70 докладов было на конференции, мы разошлись там 10 часов вечера, у нас столько было интересного, что это было в нашем канале. Да, в том числе и по искусственному интеллекту. Ну вот, что касается моего интереса, у меня несколько есть по этой теме, и вот в этом сборнике они представлены, что они будут. Конечно, очень давно уже высказываются опасения, что по искусственному интеллекту, это в штатах Ильенко, вот здесь вспоминал нашего очень известного философа, но они высказывали с самого начала развития. Винер высказывают опасения, потом Поваров, был такой профессор российский тоже, потом вышел, он рассматривает возможность там, вот, модернизации в духе трансгуманизма самого человека, за счет того, что у мозга будут жуляться всякие типы, расширяющие возможность памяти и так далее. И, значит, ну, это получает выражение термина кеморгизация. Вот тут есть очень разные позиции, которые оценивают перспективой или высказывают опасения по поводу этого. Но, чтобы не было такой скучной нашей кеморгизации, как вы считаете, может человек стать бессмертным? Бессмертным? Да. А почему? Значит, это душевно? А? Если только душевно. Душевно, 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 в христианском смысле душевно, ну, а вот в техническом плане, что мы создадим герметическое тело, вот, как бы, либо само тело человека преобразуем, либо сканируем мозг и писатель, вот, герметическое тело. Поэтому тело можно будет менять части, соответственно, ну, как и механизм, но и бессмертность, вот, и, соответственно, вроде бы, как и человек обретет бессмертие, да. Я думаю, что, если даже такая теория возможная, то это будет очень неспорно. И даже если это воплотит в реальность, то, в любом случае, и герметическое тело в какой-то момент возможно будет зажилить, потому что оно ведь тоже будет значимым. Ну, да, его можно будет менять, да. А будет ли ли он целый человек? Вот, вот это обсуждается, будет ли он человек, сохранит ли он вообще сознание, как никого, без идеи смерти, без того, что он смерть, да, еще кто-то. Ну, в случае, на полный человек вообще, в отделении человек существует биосоциальное, а разве какой человек не будет считаться биосуществом? Ну, вот, трансформированным биосуществом. Вот, ну, вы хорошо отвечаете, то есть вы видите здесь определенные пределы, да. Если человек станет роботом, то, в том числе, то имеет какую-то помощь техническая, в случае каких-то проблем, и, следовательно, он всегда будет зависим от чего-то, потому что он не станет человеком, у него не будет человеком. Ну, да, вот как раз я написал здесь об искусственном интеллекте с точки зрения условий формирования сознания человека. Дело в том, что, конечно, сейчас искусственный интеллект сделал огромные шаги, есть нейросети, вы это знаете, но вот нейросеть не обладает сознанием. Она работает так же, как, в общем, весь искусственный интеллект, перебирает определенные ситуации. Допустим, есть фраза, шла Саша по шоссе и засала свою нейросеть, значит, анализирует эту фразу. Есть, значит, объект, есть связка шоссе, значит, следующая фраза должна включать федераль термин шоссея. И что-то к нему приборожено. Вот так она работает, никакой осмысленности она не содержит. И вот возникает вопрос, в принципе, на таком пути можно ли достигнуть мышления творческого, в таком-то высшем смысле слова? Ну, вот, по-видимому, все-таки нельзя. Тут будут какие-то ограничения, связанные с условиями формирования человеческого сознания. А чтобы формировать в искусственном интеллекте сознание, надо выполнить такие условия. Правильно сказать, что, значит, для современных питателей многое из этого нереально, значит, потому что что такое сознание? Сознание есть у человека, который обладает телом, который обладает феноменальным опытом. Причем феноменальным опытом, развивающимся постепенно, начиная с детского возраста, там, проходящего разные этапы, что они возили. А если у машины нет тела, она не может выграничивать вот это феноменальный опыт, что он связан с этапами развития тела. Потом, если вот говорить о морали, сейчас широко обсуждается, может ли, значит, искусственный интеллект приобрести агент, в нравственном, так сказать, плане. Может ли он принимать самостоятельные решения? Ну и ответ пока очевиден, что не может, потому что он работает по программе тоже, чтобы ему заложить, с каким его иным решением. А вот чтобы он приобрел способность самостоятельно что-то решать, ему нужно сформировать сознание, самосознание, для этого он должен обладать телом, феноменальным опытом, для этого должно быть сообщество машин, которые будут вступать в взаимную коммуникацию, делать взаимные оценки, значит, оценивать, как людей, осуждать или одобрять. Ну, в общем, можно, короче говоря, скандалировать человеческое общество на каком-то другом носителе, на кремлевом носителе. Это, конечно, невероятно сложная проблема, и возникает вопрос, а нужно ли это вообще делать. Кроме того, есть там ряд философов, которые говорят, что вообще, видите, нейроны, так сказать, устают в процессе развития, в процессе мышления, так сказать, связаны особенности нашего сознания. Так что, если пойти дальше, мы должны скандалировать такие нейроны. А нейроны – это одни трансисторы, это клетки, которые производят собственные блоки, которые могут быть специализированы, которые действительно устают. То есть, вот, все выглядит очень непросто. Сейчас есть прогнозы, там, китайцы считают, что интеллект, альфин, так называемый интеллект, который превзойдет способности человека, будет создан через 40 лет. Американцы считают, что через 70 лет. Ну, я вот очень сомневаюсь во всех этих сроках, потому что они говорят, не зная о чем. Они не видят в смысле этих проблем, которые связаны с тем, чтобы действительно на каком-то альтернативном носителе сформировать его сознание или что-то аналогичное. Ну, и потом, это, наконец, будет все же не человеческое сознание, это сознание, которое будет отражать условия деятельности этих искусственных организмов, которые сначала должны перевести некоторую субъектность. То есть, они должны принимать эти решения, зависимые от их положения, их пространства, должны оценивать, так сказать, свой букет во время. В общем, массу здесь, так сказать, можно почитать, я сейчас не буду, наверное, дальше останавливаться. Кстати, студенты есть, которые это вычитали. Ваши статьи, они тоже могут что-нибудь искать. Да, вот здесь масса вытекает проблем. Ну, потом, вот там еще и в других публикациях, которые, кстати, затрагиваются вопрос использования искусственного интеллекта, вот это уже другая проблема. Значит, сейчас очень много надежд вылагается на искусственный интеллект в плане того, чтобы совершенно облегчить нашу жизнь, что человек сможет поработать. Вот недавно была конференция, в Санкт-Петербурге тоже, ежегодно они проводят теоретическое прикладное интеллект. Там ко мне подошел какой-то репортер и задал такой вопрос, вот искусственный интеллект, наконец, поможет нам решить проблему счастья, потому что, значит, мы сможем не работать, думать над тем, а когда уже счастливы, да. И я вам сказал, нет, не сможем, искусственный интеллект это, в любом случае, вспомогательное средство. И вот на этой конференции студенческой тоже, это, наверное, и вы об этом думаете, один институт сказал, ну, а почему мы так много работаем, вот искусственный интеллект, значит, мы что-то неправильное делаем, вообще-то, вот, афантазируем, взрослой, полностью освобождаем человека от работы. И, значит, тогда он смогут заниматься философией, ну, и вот та же самая идея, вообще-то физические проблемы. Ну, наивная это, конечно, точка зрения, да, сейчас я вам дам слово, я только завершил свои вопросы. Наивная почему? Потому что, в общем-то, есть фундаментальная основа существования человека и существования общества. Общество постоянно вступает в противоречие с природой, это противоречие динамическое, его надо разрешать, значит, для этого требуется усилие. И, значит, в общем-то, нет обстоятельств считать, что вот в таком-то глобальном смысле труд человека будет облегчаться. То есть, труд будет менять свои формы, да, это может быть будет не труд материальным производством, а труд, так сказать, виртуальным, духовным производством. Но это совершенно не означает, что это будет труд. Каждый занимается чем ему хочет. Хочет философией, хочет искусством, рабочим. И труд, это радость. Не обязательно, да. И этих условий не будет. Хотя сейчас общество столкнулось с этой проблемой, что одни люди, их, кстати, немного хотят очень интенсивно трудиться. Их всего сколько вы думаете, если нет, поценту на отношениях. Оставлю, оставлю, оставлю. Да. Ну, начинал, оставлю. Я надеюсь, что все преувеличивается. Но пока их 5%, значит, остальные не очень хотят интенсивно трудиться. То есть, социология, она может быть. Может, и ошибается, да. Скорее всего, ошибается. Без работы просидели, несколько дней на больничном, он уже тянет. Ну, да, это нас. А других, я не знаю, может быть, не тянет. Действительно, сейчас есть процесс, что высвобождается большое количество людей в связи с автоматизацией производства. Обсуждается вопрос, а чем бы их занять. У нас была, ну, не у нас, был философский факультет, который участвовал три года назад, конференция в Германии. Как она называлась, сейчас я ее вспомню. С Германией сейчас контакты особо нет? Ну, она же часто особо нет, хотя там приезжают некоторые, сейчас я помню. Что? Как же немецкая философия? А, то есть немецкая философия будет всегда контакт. В общем, она называлась как-то так, лень как добродетель, а судьбу в трудах в современном обществе. То есть не просто, значит, он ничего не делает, а еще и как добродетель. Нужно быть ленивым, а у меня один аспирант написал диссертацию по теме, значит, лень как критическая философия. То есть приходилось ее читать дальше. Да, есть интерес к этой проблематике, но это все может быть явление временное, что там большое количество людей оказывают занятия удаленными материальными производствами, потому что все время была такая динамика, что другие виды труда изменяются другими видами труда, но что, так сказать, вообще общество сможет так вот ослабо, постоянно существовать. Мне кажется, это совершенно нереальный идеал в село того, что есть определенные объективные условия, почему человек активно, причем трудится, потому что противоречие-то нарастает, значит, требуется новое усилие для того, чтобы он разрешен. Потом учеба тоже труд, кстати. И учеба, и сколько сейчас времени тратим на то, чтобы просто скупить в жизни, как уже специалистами инфицированные, ну, по крайней мере, треть жизни тратим на это. То есть сложнее становится процесс социализации, усложняется для людей, которые выбирают в себе такое интеллектуальное развитие. Ну, вот, значит, и, конечно, не может быть такого идеала, как общество, в котором каждый, кто занят в духовной сфере производства, как, кстати, это часть утопической составляющей, хотя я очень высоко, с инновацией, иногда такие идеи проскальзывают, что люди будут работать в духовном производстве свободно совершенно. И раз или поздно их открыть, и они окажутся полезными в материальном производстве. Да ничего подобного. Духовное производство постоянно зависит от того материального производства. Задачи, которые возникают в материальном производстве, транслируются в область духовной деятельности, их нужно разрешать. То есть там тоже должна быть какой-то контроль за меры труда и инфицирования. Потому что есть более актуальные задачи, есть менее актуальные задачи. То есть это все как-то должно регулироваться, стимулироваться насчет различных стимулов, и, да, и прочее. Но это уже несколько другой вопрос. Вот, искусственный интеллект, да, нельзя, не надо, так сказать, для него возлагать особые модели. Что он человек, как-то, да, особый, и что, значит, его вообще заменим человеком. Я согласен с этим. Кстати, Александр Владимирович, извините, может, я вас перебиваю. У вас еще студенты хотели бы высказать о вашей статье, а другие. И вот просто насчет того, что кто-то говорит, ну, пока нет возможности. Да будет ли она вообще этого возможности? Ее никогда не будет такого. Потому что, в этих лет, машина заменит человека. Если она заменит человека, это же абсурдно, тогда человечество исчезнет. Машины сильнее окажутся, а не просто убирают человечество из-под ног, которые мешаются из-под механических ног. И все, до свидания. И прощай, и прощай. Поэтому, вот тут важно принципиально понимать, что есть существенная разница, которую никакая машина не преодолеет, между сознанием человека, как человека, и каким-то машинными вещами, которые закладывает же сам человек, программирует и так далее. И там нет чувств, эмоций, там вообще ничего в этом смысле нет. Там есть просто некая программа, по которой там что-то считается, там какие-то программы выполняются, и это помогает. Это хорошо, что есть такие средства новые, это надо максимально использовать, но рассчитывать на то, что когда-то это придет на смену нам с вами, это значит ждать собственной какой-то смерти, какой-то человечества. Зачем нам это нужно? Наоборот, нужно, используя средства, двигаться дальше. Я тоже переню в такой вопрос, была такая дискуссия интересная между Герцелем и Хельмаком, значит, одним из них, грозесских ученых, и искусственного интеллекта, как раз США и Канада, заместитель интеллекта. Так вот, там, значит, один из этих ученых, он выставил людей, что вообще вот тот идеал, к которому мы привыкли, что Азимовский идеал, что будут роботы, которые будут делать, если такое и будет, он говорит, то будет очень недолго. В принципе, такие роботы, в общем-то, и не нужны, искусственный интеллект будет существовать в сетях в большей степени. Сам человек будет, конечно, химоргизироваться в какой-то мере, потому что он не смог, если он не будет этого делать, выделить конкуренцию с искусственным интеллектом нового. А от традиционных таких стереотипов, ну, это, конечно, отказывается. Ну и зачем такие роботы, которые будут бегать, я считаю, что нужно было какие-то специализированные роботы, которые выполняют определенные функции, да, этот идеал. Легче себе представить, так сказать, чем роботы какого-то универсалта. Зачем его создавали, когда сам человек в значительной степени универсалт? Ну, короче говоря, это очень широко обсуждается и вообще не приведет ли использование широкого искусственного интеллекта в образовании, трансформации нашей психики, так сказать, как будут дети себя чувствовать, если они не будут ощущать тепла, как себя больные будут чувствовать, если он вместо обычных нянек с ними будет общаться. Сейчас, если очень хорошо разукрашенный робот подойдет, все равно это же будет машина. Ну да, что он там даст лекарства, но не будет специалистам обмениваться какими-то добрыми словами, то есть это все специалисты обсуждаются. Ну да, правильно, давайте студентам еще что-то сказать. Да, но мы не будем заигрывать, по крайней мере, с техникой, как иногда делают некоторые специалисты, которые считают себя профессионалами. Мне как-то так случайно посмотрел я, ну, к краям глаза, одну программу, передачу такую. И там вот субботняя какая-то там медицинская что ли, и там такая, какой сюжет, значит, известный доктор, не буду называть его фамилию, вот он с роботом как бы играет, да, он там разукрасил прямо на глазах зрителей, да, он как бы, и с ним беседует, задает якобы ему вопросы там и так далее. И все как бы чинно, благородно, тот как бы отвечает, он над ним посмеивается, да, что он вам помогает, но все равно намек на то, что да, он это у нас не заменит, вот, и так далее. Но при этом сам этот доктор на глазах у публики разбивает, значит, вот бюст человеческий. Зачем вы тогда сделали, понимаете? То есть получается, что вот робота он не трогает, а бюст разбивает человеческий. Это, по-моему, вообще-то говоря, даже с точки зрения элементарной литератической экспертизы, в общем-то, не должно уходить. Окей, ну а так это вышло каким-то образом. То есть я к чему говорю, я немножко заостряю проблему, проблему значимости профессиональной деятельности. Если уж вы выполняете какие-то функции в профессии, вы делаете это по-настоящему, а не, так сказать, как-то идите на поводу моды какой-то, значит, привлечь каких-то зрителей и так далее. Но медик, который разбивает в прямом эфире пёс человеческий, неважно, там, чей пёс, да, он нарушает, в том числе и клятву Гиппократа, не навреди вообще, так говоря. Что кому он может помочь, так сказать, из тех, кто нуждается в какой-то медицинской помощи? Я просто сейчас на скидку сумму привел, с тем, чтобы как-то вот быть на уровне, так сказать, оценок более высоких, сравниваясь с бытовыми какими-то, что в принципе вот это заигрывание с искусственным интеллектом, даже с цифровизацией, вот это вещь обоюдоострая. И важно всегда держать руку, допустим, вот этой развивающейся науки, технологии, и какие-то вещи просто пресекать, там, оговаривать, там, установить какие-то рамки, меру знать, там, и так далее, и так далее. Вот это одна из наших задач, в том числе задач нашего, которые осуществляют нравственно-философскую экспертизу. Ну а теперь вот студенты. Павел Иванович Тайлеров. Что? Павел Иванович Тайлеров. Да, вот Павел Иванович Тайлеров, вот было бы интересно его послушать кратенько, да, или мы сначала студентов. Как вам удобно, то... Ну давайте мы сначала студентам, которые вот читали статью Александра Владимировича, и, может быть, вы скажите что-то, ну, какие-то вопросы какие-то еще дополнительные появятся. И вот что еще студенты сами хотят сказать, я вот хотел спросить, у нас Герман Глебович Макаров здесь? Я здесь. А, я вас не узнал издалека, но вы правильно, так, в маске, это вот правильно. Герман, скажите несколько слов относительно, вы соавтор, у вас интересная статья. Германа пригласим, чтобы запись... Да, может быть, если вы сюда сможете, как-то, видите, здесь как раз у нас есть кресло, которое может удобно достаточно устроиться, и... Куда мы подойдем? А вот сюда подойдем. Вы не будете? Ну, хорошо, хорошо. Спасибо. Герман, ну, вот скажите, что вы хотели бы сказать, у вас статья интересная, там ваши суждения такие интересные относительно состояния нравственности в нашем современном обществе, вы не изменили свои позиции, продолжаете отстаивать эти позиции, или что-нибудь вы хотели бы еще сказать? Ну, в принципе, в своей статье я выразил свое мнение о том, что в современном эмоциональном обществе происходит этих процессах деструктивных, которые могут произойти, если эмоциональное общество будет развиваться неконтролируемо. Я, в принципе, остаюсь при своем мнении. Я считаю, что вот наша деятельность, деятельность нашего клуба, наших взаимодействий с другими университетами, оно играет очень важную роль именно в информационном контроле всего того, что происходит. Можно подумать, как вот я слышал некоторое мнение, что вот наша деятельность, она иногда ограничивается написанием текста, этот текст, его потом прочитает несколько человек, и этим все заканчивается. На самом деле нет. Любое слово, оно является очень ценным информационным элементом, особенно в наше время. И любое нравственное слово оказывает серьезнейшее противостояние любому слову безнравственного. Может быть, 50 лет назад это было не так заметно. Конечно, такие процессы были, противостояния информационного, но это было не настолько сильно заметно. Сейчас же, когда у нас есть интернет, когда у нас есть столько каналов информации различных, на мой взгляд, то, чем мы сейчас здесь занимаемся, в том числе в данный момент, это ключевой фактор, я выражусь, конечно, сильно, но это ключевой фактор информационного спасения человечества. То есть сама нравственность, если она позиционируется, и слово произносит то, которое произнесено, это как раз залог стабильности в дальнейшем развитии. Абсолютно. Замечательно. Вы, кстати, участвовали в конференции по линии сотрудничества с этой новой ассоциацией медико-гуманитарного развития. Вам понравилась там атмосфера? Да, это была достаточно интересная. Вы слышали то, что им очень понравилось, мне передали, я передал, я это делаю. Там еще будет следующая конференция, если у вас останется желание, там вы можете продолжать. Так что будем? Здесь как раз это касается профессиональных полей, в данном случае медицинское сообщество, юридическое сообщество, этическое сообщество. Вот надо в этом плане плохо сотрудничать и уже на уровне студенчества это происходит. Спасибо. Ну, вы как хотите можете оставаться, можете принесесть. Ну, если я. Да, давайте, здесь удобно, наверное, когда мы взаимодействуем. Виктория, она часто у нас выступает, Виктория Витальевна Купиева, старостная, студентка 4-го пункта. Я могу сдувать. Ну, несколько слов, конечно. Да, конечно, пожалуйста, Виктория Витальевна Купиевна. Сейчас мы соберем френовый клиентов и написаем. Да. Да. Опять-таки, всем приветствую. Меня зовут Виктория Купиева. Я являюсь старостой нашего замечательного клуба. И мне бы хотелось сказать пару слов по поводу, в принципе, деятельности клуба, которая идет такими большими, так скажем, зашагами, в хорошем смысле этого слова. И мы проделываем большую работу. А мы не торопимся. Безусловно. Мы проделываем большую работу как в нравственном поле, если можно так обозначить, да, так и в, так скажем, популяризации нашего клуба. Потому что, вот, Вячеслав Михайлович говорил, что в прошлом году мы от СНО, так скажем, получили грамоту, нас признали клубом с наибольшим количеством участников. То есть у нас каждый год прибавляется около 70 человек в среднем. И, безусловно, некоторые приходят, да, некоторые уходят в связи с тем, что и оканчивают наши университеты по другим различным причинам. Но духовно с нами остается. Безусловно. У нас вот и выпускники присутствуют на наших заседаниях очень часто и на различных конференциях. Это говорит о том, что клуб все-таки не просто такой условный, да, наоборот, он, так скажем, живой, он действует, он функционирует как один живой такой организм. И мы проводим заседания не только в рамках нашего университета, у нас и поездные заседания. Вот буквально недавно, месяц назад, мы были в музее Ивана Николаевича Торстого. Мы послушали там лекцию, думаю, те, кто там был, они помнят и до сих пор остаются под приятным впечатлением. Мы прослушали экскурсию, тоже достаточно интересную. Более того, клуб взаимодействует и сотрудничает с другими университетами нашей страны, не только нашей страны. Поэтому всем тем, кто вместе с нами, большое спасибо. Мы продолжим также плодотворно работать, продуктивно работать, расширяться и идти вперед за новыми достижениями, новыми в хорошем смысле этого слова свершениями. Спасибо. Виктория, надеемся, что продолжим. Спасибо. С вашей помощью, в том числе. Держится, конечно, на активистах. В студенческой среде замечательно. Спасибо. Ну и тогда мы еще вот в связи с тем, что про музей вспомнили, может быть, вот вы вас предоставим слово, вы скажете о своем впечатлении. А в этой статье Александра Владимировича, если кто-то хотел бы еще что-то дополнить, то сказать, тоже можете сказать позже. Для разнообразия, так сказать. Да, у вас уже даже так, да? Да, окей. Хорошо. Чуть-чуть. Это, значит, в результате посещения музея, в отпечатлении, да, и в духе вот нашего труда, в какой-то степени, там есть вот одна из статей, то сейчас выступающая скажет. Мы бы хотели высказаться по поводу статьи, которая авторства Корнева Аркадия Владимировича, которая называется «Русская классическая литература. Поиски гармонии между нравственностью и правом». Аркадий Владимирович в своей статье поднимает достаточно нетривиальную тему соотношения права и нравственности в ряде произведений русской классической литературы. Этот вид искусства является вечным, поэтому проблему можно назвать актуальной, поскольку несовпадение нравственных и правовых оценок прослеживается и в нынешнее время. Сегодня также можно проследить такие попытки, как отмена русской культуры, но это вряд ли получится, поскольку мировую литературу без российских авторов представить невозможно. Особое внимание хочется обратить на раскрытие статьи Аркадия Владимировича роли Ильва Николаевича Толстого ввиду, опять же, недавней экскурсии совместно с НК «Нравственное измерение права». И наиболее проблема соотношения нравственности и права раскрывается в последнем романе «Толстого воскресенья». Тут важно упомянуть про фигуру Коню, которая также сегодня измечала эта фамилия, ведь именно он по определенной степени повлиял на актера. Лев Николаевич и Коню часто беседовали на религиозные темы, нравственные. Коню обращался со своими судебными воспоминаниями к Леву Николаевичу. И один из таких рассказов лег в основу о произведении «Воскресенье». Углубляясь в сюжет, мы можем понять, что Толстой обличает безнравственность каждого участника судебного процесса. И он намекает, что вершители судеб зачастую сами не обладают достаточным уровнем морали и духовности. К слову, сам простой учился на юргическом депутате в Казани, но, как тогда говорили, не окончил курсом. Актер ставит нас перед философским выбором – пойти по дороге материализма и индивидуализма или прийти к осознанию ответственности и за себя, и за других людей, за мир в целом. И это уже приведет к внутренней гармонии в жизни и в нарековарении. Вознакомившись со статьей, можно прийти к вполне уверенному выводу. Можно быть законопослушным, но при этом аморальным человеком. В этой связи важно быть высокоразвитым и не с духовной стороны. Нельзя недооценивать роль нравственности, а также те уроки, которые способны преподать литературу. Резюмируя, Корнин задает ряд вопросов, непростых вопросов читателю. Такие как «А кто герой нашего времени?» Нужны ли ему прочные нравственные основы? И, порассуждать над этим, мы с моей коллегой Викторией Лашиной пришли к некоторым в этом касательном поиске истинного героя наших книг. Это вы уже сами поискали и нашли. Да, да. Это замечательно. В читальном зале, как сказать. Пожалуйста. Наиболее яркой фигурой среди современных отечественных прозаиков является Захар Прилепин. Именно в его прозе осмыслуется актуальная современная проблематика, анализируются судьбы России, ее прошлого и настоящего. Место человека в жестокой современной реальности, который не всегда принимает героя, оторванного от корней, одинокого и пытающегося утвердиться в нередко чужом их аниме мире. Стоит отметить, что с момента выхода в свет произведения Прилепина его герои были восприняты в обществе как новые герои, герои нашего времени, наследники образцов социалистов проза Максима Горького. Они – личности сильные, нередко жестокие в принятии решений и поступков, но при этом наделенные способностью к тотальной рефлексии, неожесточившиеся даже после перенесенных жизненных тягок и трагического военного опыта. Весьма показательны в этом отношении роман Захара Прилепина «Патологии» и Саньки. Ну, мы не будем сейчас подробно разбираться, да, просто в целом интересный такой ответ на тот вопрос, который ставит автор статьи. Произошло оживление сейчас в этом зале, потому что то, что написано там, вы прочитали, и вот, по размыслив, в частности, назвали этого героя нашего времени, одного из героев, множество героев, но это любопытно. Ну, что еще вы хотите сказать? Ну, вот мы хотели упомянуть, что в статье говорилось, что сейчас происходит попытка отмены русской культуры, а Захар Прилепин является как раз-таки защитникам этого, он является защитникам русского времени, и его цитата, что «В наши дни происходит геноцид русского самосознания». Также Захар Прилепин считает, что Россия имеет все возможности, чтобы стать в центре глобального мирового переустройства, оторвать себе ими ингредиенты права равного существования в культуре, политике и так далее. Таким образом, можно сказать, что Захар Прилепин – герой нашего времени, он показывает людям пример настоящего человека с большой буквы не только в своих произведениях, но и в своей собственной жизни. Спасибо большое, спасибо. О героях надо думать, конечно. И наша жизнь такая сегодня, что... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот завтра тоже. Вот, слишком много интересного. Спасибо. Ну, а сейчас... Там кто-то вопрос вообще. Да, пожалуйста. У меня вопрос. У вас о чем? О полной информации. Просто была упомянута фамилия Толстого и Трилепина. Мне показалось, что они стоят... Девочки их, может быть, неосознанно сравнили, кто-то ли Трилепина называют герой нашего времени, чем-то не согласится. А считают ли они Толстого, героин своего времени? И я всегда хочу. Спасибо. Ну, вот видите, красненько, пожалуйста. Интересно. Спасибо. Ну, я думаю, что Иван Николаевич Толстого тоже можно назвать героем времени своего, но и не только своей эпохи, а в целом, и на данный момент он тоже является героем. Но сходство между ними есть. И Лев Николаевич тоже, побывав на военных действиях, он сохранил в себе человечность, любовь к родине. Он был мужественным воином, офицером, огражден и так далее. Спасибо. Ну, в какой-то степени это ответ, да? Да. Хорошо. Хорошо. Так, со стороны студенчества, кто хотел бы вот что-то еще сказать по поводу статей, которые вы прочитали, вот и общее впечатление, и конкретно, может быть, если есть такое. Вот у нас еще, пока вы собираетесь с мыслями, есть в онлайне, там Павел Иванович Сталин. Павел Иванович, вы нас слышите? Ага, вот, я вижу. Слышно нас, да? Сейчас он включает. Да, вот я вижу, включает. Там тоже вот интересная статья, не одна, кстати, в приложении его статья есть, он частый наш, выезд тоже из Санкт-Петербурга, между прочим. Вот, может быть, если есть желание что-то сказать, Павел Иванович, мы вам предоставимое слово. Павел Иванович, камеру и микрофон, пожалуйста, еще раз попробуйте включить. Вот у него здесь статья, на пути повышения эффективности российской экономики, проблемы коррупции в госзакупках. Очень такая актуальная тема. И потом еще в приложении там есть его материалы тоже, вот там 44-й федеральный закон в виртуальном пространстве, этикоправые аспекты с опровизацией госзакупок. Ну, тоже вот эта тема. Он вообще историк по образованию, вот, но он философствующий историк, и, в общем, любопытные его статьи, интересные, содержательные. Что касается еще каких-то ваших впечатлений, ваших обсуждений, его прочитано, пожалуйста, студенты, уважаемые. Да, пожалуйста. У нас остается немного времени, к сожалению. Вот поэтому мы постараемся все-таки вот... Уложиться. Я всех еще раз приветствую. И в первую очередь хотела поблагодарить вас, автора нашей книги, который действительно пределит огромный труд, стараясь затронуть и осуществить важные темы данных на данный этап развития человечества. В современном мире без такой территории вообще нельзя. И я бы хотела прокомментировать первый раздел, определиться своими впечатлениями о ней. Данный раздел, авторами данного раздела, является Вячеслав Михайлович Артемов, так, Шрибаков Олег Юрьевич и Моисеев Вячеслав Иванович. О первой статье Вячеслава Михайловича Артемова под названием «Разная философика. Основная профессиональная этика и факторы, факторов защиты прав человека в условиях новых технических угроз» упоминается очень важной, на мой взгляд, моменты. Процитирую. Право в отечественной культуре и философии всегда виделось преимущественно в нравственно-хоммунистическом изменении. Пишет автор. Нравственная философия является основополагающей к культуре и обществу в целом и существует, конечно, наряду с другими разделами, как и в целом поменяет автор. Установление справедливости в праве является ее основой, чего нельзя сделать без нравственности. Еще раз процитирую то, что так, если взять нынешнюю ситуацию, то, на мой взгляд, наблюдающий технологический, особенно цифровой скачок в многих сферах индивидуальной, да и социальной жизни в целом, действует не только о каком-то серьезном профессиональном прорыве, сколько о простой юридической оформление статизации, а то и применитизации устройства социо-культурного дома. Далее пишет, что общества могут ожидать опасности не только от самих по себе технологических новшеств, но и от непродуманных действий тех, кто испытывает головокружение от успеха технологического типа и не обладает должным уровнем нравственности и ответственность будет слишком терапевтить события, ставя на место интереса человека и общества какие-либо корыстные соображения или идеи по поводу отдельной корпорации и групп меньшинства. К сожалению, это прямо влияет и на составление разного рода новых этик технологического типа. Действительно, в современном мире при таком количестве новых технологий и изобретений наук имеются свои положительные черты, но в то же время и немало отлицательные, то есть обратными сторонами дали. Чтобы минимизировать эти негативные стороны, нужно пересмотром нравственности во всех сферах жизни. Я абсолютно согласна с следующим высказыванием. С позиции комплексного учета всех реальных и перспективных социокультурных потребностей и интересов важно осуществлять постоянную, а не только фрагментную или выборочную нравственность в социальную экспертизу, соответствующую теорию и практике законов и их правоприменения. Иначе сказать о существу, речь идет о многоаспектности преимущественно нравственной анальде права, что называется заточенным как на теории методологическом, так и на центре мировоззренческого осмысления его проблем и противоречий. Данная статья является очень интересной, надеюсь, вас знакомы с ней. А следующая статья – это статья Рыбакова Олега Юрьевича «Этика гуманизма. Необходимость нравственности человека». Данная статья по существу раскрыла значение нравственности гуманизма и «Этика гуманизма. Принципы свободы и равенства». При раскрытии темы автор очень часто обращался к известным философам всех временных периодов. Олег Юрьевич определял гуманизм как «фундаментальное направление насилия человечества, имеющее в своем основании как исторический общесоциальный опыт, так и доктринально-театрическую составляющую в лице известных мыслитив прошлого и настоящего». И если забрать каждое слово в данном определении, то действительно, оно точно описывает все аспекты данного понятия. Справедливость, свобода и юридическое равенство определяют политическим регуляторам в ней реализации, которых можно конспортировать наличие общего блага. Дальше автор пишет. «Только в сфере свободы, возможность, можно сказать на выбор жизненного пути, реализация планов, интересов и желаний. Равенство обеспечивает распределение свободы». Но с этим тоже невозможно не согласиться. Значит, та статья сделала, что без гуманизма, этики, а также понятия свободы и справедливости не может существовать в современный мир. Наряду с ними и права не может быть безнравственность и этики. В конечном итоге все плюсово для человека и общества, поэтому без этих аспектов и принципов невозможно. Общество способит социальные явления, поэтому нравственность в ней играет важную роль». Третью статью к нам через коллегам. «На пути к новой формулировке категорического императива и философии нео-всеединства». В данной статье также были подняты очень важные темы и понятия. Это категорический императив, утилитаризм, диантологизм и многое другое. При сравнении нравственности Моисея Вячеслав Иванович привел в качестве примера высказывания многих философов, а в частности Пихта и Соловьева. И в конце сделал заключение, с которым нельзя не согласиться. У Пихты и Соловьева мы видим сближение фундаментальных тем нравственной философии, темы формулировки высшего нравственного закона и темы развития, нравственное то, что развивает. Динамика в нашем мире очень четко проявляет себя, именно поэтому необходимо развитие всех сторон жизни общества, изменения в лучшую сторону, уже устревших понятий, но при этом никак нельзя забывать про основы. Автор статьи дает новую формулировку категорического императива, из которого вытекает множество следствий, которые были также рассмотрены в статье. И так, в работе Вячеслава Ивановича были четко раскрыты причины развития, что нужно для того, чтобы сделать еще один шаг в счастливое будущее, чего нельзя достичь без совместных работ и усилий. Я бы хотела прокомментировать второй раздел, а именно статью Райзина Александра Владимировича под названием «Искусственный интеллект и его этические возможности». Поскольку, как уже сегодня упоминалось, проблема искусственного интеллекта является, ну, сейчас очень высокостоящей. Сравнение работы схем компьютера и мозга человека дают читателю понять сущность искусственного интеллекта или хотя бы направить его в понимание сущности. Важным замечанием является и тот факт, что в конструкции искусственного интеллекта, цитирую, должны быть заложены принципы постепенного развития интеллектуальных схем работы их интеллекта, связанных с самообучением, реакциями на приобретаемый феноменальный опыт. Если искусственный интеллект всегда обучать и не давать возможности на самообучение, то и прогресса у него не будет. Также в статье поднимается вопрос о искусственном интеллекте и этике. Тут лучше процитирую. Пока этические возможности искусственного интеллекта это те возможности, которые определяются его программой и ответственность за решения, которые принимает компьютер, несет программист. А также на данный момент искусственный интеллект не обладает свободой воли, а свободные решения для него в лучшем случае означают выбор инспектор возможностей. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Павлович, вы сами отручите вопросы, которые у нас. Да. Пожалуйста. У нас Павел Иванович попытался предотвести. Павел Иванович не получилось, да? Мы попробуем сейчас его еще раз включить. Павел Иванович, давайте попробуем. Павел Иванович, мы вас опять не слышим и не видим. Вы видите, Петербург недалеко, но цифровизация этих не позволяет. Сейчас, боюсь, неожиданно. А боюсь, неожиданно. Что можно понять. Давайте тогда пока попробуем задать вопросы из тех, которые нам задавали. Сможете разговаривать? Мы будем сразу готовы дать вам слово. Даже если я услышу, что вы прорываетесь в эфир, я уже смогу вам дать слово. Ждем. Павел Иванович, но он нас слышит вообще, мы так... Павел Иванович нас слышит, он даже с нами переписывается. Ну хорошо, спасибо. Так, вопросы, которые мы получили при регистрации. Что сподвигло автора к написанию данного научного труда? Ну вот так как у нас есть и соавторы, что стало поводом? Мой любимый вопрос. Почему? Ну, эта книга, я уже отвечал, наверное, на этот вопрос практически в самом начале. Она рождалась постепенно, как обычно бывает, рождается в руках, как говорится. В общем-то, вызревала в том смысле, что мы ощущали и понимали актуальность в соответствии с проблематикой и, соответственно, решили вначале провести Всероссийскую конференцию профессиональной этикой фундаментального уровня и новой этики технологического типа, что важнее, да? Здесь тоже, кстати, вопрос даже в самом названии, между прочим. Что важнее для человека общества и права? Но когда формулируешь, сразу, как правило, отвечают положительно. Конечно, важнее фундаментальная этика, то есть, вот, вернее, профессиональная этика фундаментального уровня. Так что именно вот ощущение и понимание значимости, значит, этического взгляда на ситуацию. С точки зрения профессиональной этики и вообще общей этики, если не мы, то кто? Примерно так можно, в общем, ответить на этот вопрос. Ну, может быть, Александр Владимирович скажет у нас свои вопросы. Да, ну, а что сказать? Непосредственным поводом встал и встал и встал и встал и встал и встал и встал. А так вообще спасибо за охранение. Все время летает на сознании. Я же приглашаю не обыкновенно, значит, приглашаю людей, которые, значит, в теме и могут интереснее что-то сказать, потом написать. Так что вот как раз сошлись наши вот эти вот, значит, и ощущение, и понимание, и желание, так сказать, делать общее дело. Так что так, и я думаю, что актуальность не забивает, может быть, даже больше усиливается. Поэтому работы непочатый край в этом плане, и будем желать друг другу как раз всего необходимого для того, чтобы осуществлять эту важную социально обостребованную работу. Вот я полагаю, что этика, вы знаете, согласитесь со мной, Александр Владимирович, она ведь почему важна и нужна, и должна быть услышана в обществе. Потому что она, как вершина философского знания, как раз отвечает на коренные потребности общества. Она их ощущает, понимает, фиксирует. Поэтому общество нуждается в нравственности, а этика – это теоретический уровень самой нравственности. Так что это вот в этом ключе и написано. Ну да, конечно, только можно добавить, что и человек вызывается в этике. Конечно, потому что он отвечает на свои смыслы жизненные вопросы, на этические проблематики. Право, в принципе, оно работает в плане согласования уже разуга, интересов людей. А этика, она говорит о благе человека, о том, какие предпочтения человек должен иметь. Скорее широкий круг вопросов, которые охватывают техническое место. Еще один вопрос. Как меняются критерии этики в зависимости от эпохи и прогресса? Критерии этики? Как? Ну, вопрос интересный, обычный вопрос такой. Я бы так сказал, что критерии не меняются и не меняются. Меняются в том смысле, что изменяются нравы, от эпохи к эпохе, и разные представления о нравственности, там разные системы возникают. Здесь множество всего, и это будет происходить и дальше. Но вместе с тем, так как этика – это о человеческом человеке, наука о нравственности, но там стержнем является человеческом человеке. Вот оно, это человеческое в человеке, возникнув, оно сохраняется на века. То есть это то, что мы называем общечеловеческим. И в этом ключе, конечно, вот важно понимать, что меняются нравы, но нравственность, стержень нравственности остается. Вот важно сохранять его. Но нравственность не просто можно сохранить, как-то передать, как наследство какое-то, как не получается. Это как раз то духовное наследство, условно говоря, которое нуждается в культивировании, постоянно культивируется. Постоянно. А этим занимаются конкретные люди, мы с вами, наперед, да? И этики, как представители нравственности на техническом поле. Так что это вот, с одной стороны, что-то остается оно вечное, незыбливое, элементальное, а с другой стороны, в реальности нужны новые какие-то инструменты, и металлургические инструменты, которые позволяли бы постоянно держать руку на пульсе развивающееся общество, но при этом сохранять принципиальность необходимо. Вот если нет этого фундаментального уровня, то все может рассыпаться в одно мгновение. Поэтому вот не стоит торопиться со сменой критериев и так далее. У нас Павел Иванович, по-моему, смог подключиться. Павел Иванович, вы нас слышите? Вас хорошо слышу. Вот меня слышно теперь? Ну, у нас, к сожалению, завершается встреча. Вы какие-то слова хотели? Ну, конечно. Я хотел поприветствовать ваше мероприятие, сказать о том, что дело, которым занимается ваш клуб, достаточно важное, интересное и нужное. Слышно меня, да? Ну, конечно, книжка, которая вышла, сборник материалов крайне необходим сегодня. Он очень современен, он вовремя вышел. И те вопросы, которые там поднимаются, они глобальные, с одной стороны, а с другой стороны, естественно, они вполне актуальны, нужны и современной молодежи, и не только молодежи, но и всем остальным. В эпоху таких глобальных вызовов, с которыми мы сегодня с вами столкнулись. И цифровизация, и искусственный интеллект, и все остальное, это, конечно, достаточно для нас актуально. И госзакупки, которым я посвятил там определенное место, уделил внимание, это сегодня тоже очень важно, поскольку госзакупки и этические вопросы, которые связаны с размещением государственного заказа, не могут обходиться без этической составляющей. И право здесь, в общем-то, наверное, находится на равных с этикой. Поэтому вот эти моменты, они, конечно, попытался осветить. И то, что касается коррупционности, это тоже этика, конечно, на сегодняшний день. И насколько мы с вами можем победить. Сегодня опять это обсуждается на достаточно высоком уровне. Завтра наверняка мы услышим из выступления президента об актуальности борьбы с коррупцией. Насколько это перспективно, тоже вопрос достаточно интересный, интересный, тонкий и актуальный. И сможет ли здесь заменить как раз вот цифровизация, может ли она каким-то образом отстоять интересы, наши общие интересы, интересы бюджетных учреждений, каким-то образом прекратить вот нецелевое использование бюджетных средств и откровенное, так скажем, присвоение бюджетных средств. Это тоже вопрос достаточно актуальный. И сегодня мы видим все-таки некое отставание, проигрывание в этом отношении. Поэтому, конечно, обсуждение вот на уровне клуба и этих актуальных вопросов крайне необходимо. Может быть, в какой-то степени подготовить рекомендации для правоведов, для юристов, для депутатов, которые, соответственно, принимаются в течение закона и могли бы, конечно, руководствоваться этими определенными депутатами. Еще раз благодарю вас за то, что смогли меня выслушать, за внимание, за то, что смогли мы подключиться и пожелать успехов вашему сообществу, нашему сообществу, может так сказать, потому что мы долгие годы сотрудничаем. Надеюсь, что у нас все получится. Вы регулярно участвуете в наших мероприятиях, пишете интересные статьи. И, кстати, я пользуясь случаем, мы как раз его завершаем. Я не буду говорить какие-то там слова особые, но просто хочу сказать, раз уж мы заговорили о том, что мы сотрудничаем, я хочу сказать, что мы в преддверии нового проекта. С Новым годом сейчас, да, мы встретим, а потом наступит как раз Новый год, в этом Новом году новый проект. Вот он называется так. Наравственная рефлексия как фактор развития философии и права, истории и современности. Это вот тема интересная, и мы будем не торопясь, значит, вот готовиться, готовимся провести научно-практическую, может быть, международную конференцию в ноябре 24-го года. Так что всех приглашаю, заходи, да, есть чем заняться, вот в том же ключе, о котором мы сегодня говорили, будем этим заниматься. И вообще, мы исходим из того, что спасительная необходимость нравственности для человека, общества и права является основанием права этики быть фундаментальной университетской дисциплиной. Она такой и является, и я хотел бы, чтобы она продолжалась. Спасибо всем огромное. Внимание. Спасибо вам, замечательной библиотеке, Наталье Михайловне, и другим коллегам, Наталье Аркадьевне, за подготовку и замечательное проведение. Спасибо. Уважаемые наши гости, хочу сказать тоже от лица библиотеки огромное спасибо Александру Владимировичу Райскому. Очень приятно видеть вас в стенах нашей библиотеки. Приходите к нам еще. И Вячеслав Михайлович Артемов, который уже стал добрым другом нашей библиотеки. Я напомню, что мы уже разговаривали с стенах нашей библиотеки о таких публикациях, как «Здравственная гуманистическая идея Виталия Сочков-Ропоткина «Перспективы совершенствования права в условиях новых вызовов», «Здравственная гуманистическая права и наследия Ивана Николаевича Толстого и Вадима Рассидевича Соловьева «В контексте современности». Книги у нас на выставке, их можно прочитать в читальном зале и взять в абонементе нашей библиотеки. Кстати, книги у нас с авторской дарственной надписью. Мы всех авторов приглашаем оставлять книги. Студентам бывает очень приятно дать руки книгу, которая содержит автограф, есть автограф и пожелания следующего поколения у студентов развиваться. Вот здесь тоже есть. Да, спасибо вам огромное. От лица библиотеки уже я выражаю огромную благодарность студентам за то, что они читают, думают, размышляют о таких сложных вопросах и готовы работать и обсуждать такие сложные вопросы, о которых мы сегодня говорили. Еще раз приглашаю вас на наши проекты в рамках библиотечного уже проекта «Правильные книги». Приносите правильные книги нам, мы будем рассказывать о правильных книгах вам. И с наступающим Новым годом! Новых, добрых, полезных книг всем! Не только цифровых, но и... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ